Приветствую вас, мои друзья и гости канала. Рубрика у нас называется «Вечерние посиделки». И о чем же мы сегодня с вами поговорим? А поговорим мы с вами... Ну, тоже мне задали такой каверный вопрос. Максим, раз у тебя так все получалось в Орске и так далее, почему же ты приехал в Сочи на Матизе с голой жопой? Так давайте попробуем ответить на этот вопрос. Ну, во-первых, я приехал не на Матизе, а приехал на Вольсвагене Тауран. Это первое. А второе, не важно, сколько ты зарабатываешь, главное, как ты тратишь. Вот я, например, могу повернуть голову назад и могу вспомнить хорошие моменты. Начиная со 7-летнего возраста у дочери, мы каждый раз с ней ездили отдыхать куда-нибудь за границу. При всем при этом мы еще умудрялись и зимой тоже. Два раза в год я стабильно отдыхал на протяжении, например, с 2008 года сознательной жизни. Я всегда два раза в год отдыхал. Это первое. В 2008 году, когда отцу исполнилось 50 лет, я ему на день рождения подарил автомобиль Шкода Фабио стоимостью 330 тысяч рублей. Просто подарил ему. Это первое. Туда тоже деньги ушли. Потом, как бы, раньше у меня было такое понятие, как финансовая безграмотность. А что такое финансовая безграмотность? Это значит, я немножко неправильно расставлял приоритеты, я немножко неправильно анализировал, немножко неправильно свою очередь, сейчас поправлю, немножко неправильно свою очередь, как бы, вкладывал деньги. И самое большое мое разочарование, это, конечно же, в первую очередь то, что я вложил деньги в дом. Я купил участок рядышком с родителями, то, о чем многие из вас мечтают. Я начал строить дом, по сути, с нуля, потому что там был сгоревший дом, там очень много ушло денег на документы, очень много ушло денег на все. И, соответственно, построил дом себе, дом из, на тот момент, из жлака блока, обложил его красным, салаватовским кирпичом, самым дорогим. Соответственно, сделал ремонт и поставил цель дом быстренько завершить. Мы начали его строить в мае месяце, а уже, в принципе, в ноябре месяце уже можно было спокойно там жить. Ну и, соответственно, само собой разумеется, очень много денег я туда вливал. И когда себестоимость дома перешагнула за 7,5 миллионов рублей, я просто-напросто, на секундочку, я решил больше не считать. По итогу что получается? Я вложил в дом больше 7,5, который у меня точно зафиксировано. Я думаю, там миллионов 8, может быть, 8,5 похоронил. Потому что у меня дом был домашний кинотеатр, у меня только проектор стоил 250 тысяч по тем деньгам. У меня были хорошие деревянные колоночки, у меня был проектор, притом в 3D. Даже сейчас купить проектор 3D, это просто жесть. У меня было, я фанат был техники и тому подобное. Так вот, в один прекрасный момент все это я делал, 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 делал. И считал, что дом это твое богатство, это твое достижение, это та гордость, с которой ты можешь гордиться в конце концов. Я еще тогда не читал книгу «Богатый папа, бедный папа». Я тогда не понимал, что дом это у нас лютый пассив и никак это не актив. И, соответственно, только дебилы покупают у нас дома и вкладывают туда очень-очень много бабла. Вот как бы так. Да, дом можно строить, когда у тебя свободных денег очень-очень много, ты не знаешь, куда их девать. И ты покупаешь себе игрушку в виде дома и начинаешь, начинаешь туда все свободные деньги, средства, все свое свободное время начинаешь туда вливать. По итогу что получается? Себестоимость дома была свыше 7,5 миллионов рублей. По факту я данный дом продал за сколько? Ну, кто мне скажет. Правильно, я его продал за 3 миллиона 200 тысяч рублей. За 3 миллиона 200. Соответственно, я потерял, получается, больше 3 миллионов рублей. А точнее, 4 миллиона рублей я просто потерял, я просто выкинул. Кто скажет, за 4 миллиона рублей это небольшая сумма. Серьезно? Давайте посчитаем. К примеру, зарплата у меня была 100 тысяч рублей, плюс еще там премиальный. В итоге в год я спокойно зарабатывал, примерно, вот если где-то полтора миллиона в год я зарабатывал. Да, все же любят считать по годам. Полтора миллиона в год я зарабатывал. Пускай даже мы возьмем с вами восьмой год, девятый год и так далее, да, вот по полторашке я зарабатывал. Соответственно, даже пускай там за 3 года, да, я заработал 4,5 миллиона рублей. За 4 года, да, я заработал 6 миллионов рублей. Ну и считайте, вот я просто взял 3 миллиона в один прекрасный момент, не 3 миллиона даже, а 4 миллиона я взял просто и потерял. Что значит взял и потерял? Это значит, я просто-напросто взял и в один прекрасный момент, ну, просто профукал. Поэтому вы спрашиваете, почему так получилось? Ну, вот так получилось. Неправильно вложил деньги, неправильно расставил приоритеты и все. Плюс еще я всегда любил передвигаться на свежих, свежих автомобилях. А это что означает? Это означает, что я покупал машины, проезжал на них год, пока, скажем, ну, пока мне не надоедало. Потом продавал. На этом я тоже терял, да, например. Купил Мазду за миллион четыреста, а продал ее за миллион сто и так далее. Да и сейчас у меня такая есть байда, такая есть ошибка. Купил, например, там какой-то автомобиль, например, там Qashqai, да, за 850 тысяч, что-то вложил там за миллион, а потом раз и через год продаешь его за 600 тысяч. Ну и так я тоже, соответственно, терял денежки. Ну, неправильно приобретал, неправильно вкладывал и все, вот вам и ответ. Потому что не важно, сколько ты зарабатываешь. Важно, как ты тратишь. Важно, как ты распоряжаешься данным бюджетом. Кстати, что-то по печке немножко свистит. Поэтому я думаю, что нужно будет мне что-то придумать такое интересное. Так вот, не важно, сколько ты тратишь, не важно, ой, не важно, сколько ты зарабатываешь. Важно, сколько ты в конце концов тратишь. Именно поэтому, ребят, именно поэтому я, в свою очередь, как бы очень много моментов, ну, как бы реально, очень много профукал. И профукал просто вот, ну, просто неправильно тратил. Само собой, если, например, мои бы родители, все, наверное, выкручу, у меня песен эта печка. Если бы мои родители, в свою очередь, как бы зарабатывали на такие же деньги, как я, конечно, они смогли бы и накопить, и все, что угодно смогли бы сделать и так далее. А у меня вот как бы так получилось. Вот профукал деньги, да и все, понимаете? Ну, профукал. Бывает же такое, бывает. И у вас бывает, и у меня бывает. Просто профукал. Поэтому, что, как бы, все говорят, о, там, вроде 150 тысяч рублей, там, хорошая зарплата, да, вот, ее расти, да, там, или в такси гост был директором, да, 150 рублей у меня был заработок. Опять же, да, как бы, ну, вот множите, да, ну, например, ну, грубо, да, берем мы с вами, умножаем на 10 месяцев. Потому что, как таковые, как бы прям полноценных отпусков не было. Когда ты пашешь, ты зарабатываешь хорошие деньги. Как только ты пошел в отпуск, ты зарабатываешь меньше, то же самое, что и в риэлторстве. Ну, и вот, получается, там, как бы, возьмем, там, ну, миллион, миллион двести в год. Ну, полтора миллиона в год. Ну, вот, я, например, просто на одном доме потерял больше трех с половиной миллионов рублей, когда я его продавал. Ну, это, конечно, было бы, ну, очень было бы обидно. Плюс я купил квартиру в Уорске, по дурости, за миллион восемьсот туда вложил деньги. А в итоге я, когда переехал в Сочи, продал эту квартиру за миллион пятьсот пятьдесят. Я тоже за один год просто взял и потерял 300 тысяч, потому что квартиры стали стоить дешевле. И эти деньги, которые я за нее отдал, на тот момент, ну, никто не хотел мне такие же деньги давать. И, получается, еще за один год я потерял, там, ну, около четырехсот тысяч рублей, потому что я брал, там, доделал, там, ремонт, что-то еще делал и все. Потом один прекрасный момент, когда я там квартиру продал, соответственно, вот, у меня там миллион пятьсот пятьдесят. Я взял квартиру в Мелодии Леса, взял, вложил эти деньги, которые у меня были, там, миллион, там, с чем-то, да, и, соответственно, остальную сумму сделал, рассрочку, потом, соответственно, расплатился. Ну, как бы все, вот так вот, что имеем, то имеем. И пошло-поехало. Поэтому спрашивают, почему приехал с Голыжукова. Плюс еще бывший работодатель мне задолжал, там, деньги больше ста-писта. Я просто рассчитывал на эти деньги, что я заберу, думаю, сто, то есть плюс еще, думаю, заберу отпускные, потому что я без отпуска пахал, как положено. И по итогу я думал, что тысячу сто пятьдесят я заберу, думаю, нет бы, сто пятьдесят тысяч хватило бы в Сочи, там, на первые два-три месяца, сто процентов бы хватило. Я бы здесь, я знал, что я здесь добьюсь результата, я знал, что у меня будет все отлично и так далее. Но меня в последний момент подвели, мне деньги не отдали, поэтому дали просто, там, двадцать тысяч. А потом, говорит, ты заведи карточку альфа-банковскую, и я тебя обязательно, обязательно перечислю. Ну и вот, до сих пор уже прошло четыре года, не перечисляет. А последний раз, знаете, что сказал? Макс, ну ты и так нормально зарабатываешь, что тебе эти тридцать восемь тысяч? Да ничего, это заработаны мои деньги. И даже кто-то человек мне должен пятьсот рублей, я спрошу, ты мне должен пятьсот рублей. И даже сто рублей, потому что эти деньги я зарабатываю, мне никто их просто так не дает, я их не ворую, ничего. Понимаете? Вот в чем самая главная вот фишка. Поэтому, надеюсь, я ответил на ваш вопрос, потому что кто-то думает, если сто пятьдесят тысяч рублей, это большая зарплата. Но вы ошибаетесь, ребята. Сто пятьдесят тысяч, это очень маленькая зарплата. Потому что в год вы можете заработать всего лишь полтора миллиона рублей, если все будет хорошо, если вы не заболеете, ничего. А если вы забудете заработать полтора миллиона рублей, вам не видать там ни хорошей машины, ничего. Плюс, опять же, еще раз говорю, я живу всегда, я проживаю жизнь так, чтобы потом было что-то вспомнить. У меня появились деньги, да, вот первый, да, у меня в тот момент даже дома не было. Я просто осуществил свою мечту, понимаете? Мне снилось, начиная с 12 лет, как мы с отцом ездили на рыбалку, и у нас там был москвич Комби, там ломался, была Таврия ломалась, там Запорожье, там по дороге бывает мы на рыбалку едем, не доезжаем, там что-то сломается и так далее. Потому что я рос не в богатой семье, как бы, и мы икру с золотыми ложками не ели. И, конечно, у меня была мечта когда-нибудь папе подарить машину, у меня там была мечта и цель это была. И просто у меня это снилось, вот, ну, я, честно говоря, лет 10 мне снилось каждую ночь, что я отцу дарю машину. И в один прекрасный момент, когда я в Евросети, я, получается, смог выиграть машину, я смог вторую машину выиграть, и я взял, как мне дали деньгами за машину, я поехал к своему другу в Новосибирск, купил у него новую Шкоду Фаби и отцу просто-напросто в 2008 году, мне на тот момент было 27 лет, я подарил ему новенький автомобиль. Новый, в целлофане, упаковочке, просто взял и подарил. А кто из вас может похвастаться, что он 27 лет взял и подарил своему отцу или своей маме автомобиль новый? Кто может из вас так похвастать? Или просто поставить перед фактом? Чтобы вы понимали, на тот момент у меня началась как раз грандиозная стройка вот этого дома, который я купил участок, начали строить все, и все свободные деньги я, получается, и не свободные деньги, и кредитные деньги, и каких-то денег не было, я вливал именно в дом, понимаете? Ну, печально было, но приходилось делать именно так, мне приходилось как бы все возможное, потому что я не любил растягивать удовольствие, да, как некоторые там строят дома по 5-7 лет, нет, мне нужно здесь и сразу. Опять же, при этом я не забывал, что я строил дом не в ущерб, например, тому, что, например, дочке скажут, дочь, мы с тобой в этот раз будем отдыхать в Ворске, ты вот молодец, что хорошо училась, мы с тобой никуда не прилетим. Нет, мы летали, отдыхали и так далее. Ну, и потом вот дом построил, и вот началось у меня с 2011 года, а, с 2008 года, это Фабии были, у меня целая куча машин, я их все перепродал, и Логан был в свое время, все это продал, как бы, и вложил в дом. Потом немножко от дома колемался, купил себе Nexio, там, какую-то там 20-летнюю, потом я поменял на 5-летнюю Nexio, и потом после этих бэушных машин я понял, что бэушная машина не мой вариант, бэушная машина ничего хорошего не бывает априори. Ну, и, соответственно, я, в свою очередь, стал, ну, решился на покупку нового автомобиля. Второго-то нового автомобиля, именно, который я покупал, потому что две Шкоды Фабии мне просто так бесплатно дали. Первая машина, которую я купил, это была Матис в 2006 году, в 2007 году я купил Логан, в 2008 году я ездил на Фабии, в 2009 году я ездил на Nexio, в 2010 году я ездил тоже на другой Nexio, и на Opel Frontier, там тоже там 20-х годов. В 2011 году я купил себе Priora, новенькую с автосалоном, и в 2012 году я купил себе Nissan Qashqai, в 2013 году я купил себе Mazda CX-5, и в 2014 году, ну, так получилось, что я с Mazda CX-5, ну, короче, там много чего там случалось, и, в общем, пересел я на Volkswagen Tauran, потому что были определенные моменты, которые нужно было закрыть, там был один кредит, как раз из-за дома был кредит, и он очень сильно у меня, потому что я там брал налички, и там были там под 29% годовых, ну, сами можете представить, это просто бешеное. И вот я Volkswagen Tauran приобрел, ну, и все, вот, и после этого я в 2016 году спокойно переехал уже в город Сочи, и в Сочи я приехал на Volkswagen Tauran, здесь я его в апреле месяце махнул, не глядя, в 2016 году, на Renault Megane Cabriolet. В сентябре того же года я на Renault Megane Cabriolet попал в аварию, там, на улице Звездная, в меня там, на российском шоссе, там, один такжик в меня въехал на Jeep Cherokee. Потом, соответственно, я взял в прокат седан Тиану на целый месяц, и уже потом, получается, в начале октября я купил себе Mercedes C-шку. Mercedes нормальный, все хорошо понравилось, ну, понимал, что почему-то в ноябре месяце по закону подлости выпал снег, ноябрь-декабрь, и я понял, что все-таки в Сочи нужен полный привод. Безразенская резина, у меня была резина хорошая, я, допустим, в горку не мог все въехать на ней, на мишление. И в декабре я съездил к маме на день рождения, поздравил маму за день рождения, и у брата выкупил автомобиль Nissan Qashqai, типа такого, только постарее, который у меня был. Я его выкупил, у меня на тот момент было два автомобиля, Mercedes и Nissan Qashqai. И вот на Nissan Qashqai я приехал, начал на нем передвигаться, потом в апреле месяце 2007 года я понял, что мне не нужно два автомобиля, такие как Nissan Qashqai и Mercedes, как бы ни туда, ни сюда. И Mercedes я продаю, и вместо Mercedes я покупаю себе BMW 325 кабриолет. Кабриолет у меня просуществовал полтора года, просто так стоял, потом в один прекрасный момент я его продал, потому что просто так он стоит и долг от него не было. Ну и в тот момент я два года назад, и какой год получается, 18-й год, я купил себе RAV4. На тот момент я купил лизинг, хотел попробовать, что такое лизинг, теперь я понял, что никогда в жизни я в лизинг машину не возьму. Ну и, соответственно, в 2019 году RAV4 был продан в конце 19-го года, это октябрь месяц, октябрь-найбрь. И в ноябре месяце я купил себе вот этот автомобиль. Автомобиль купил себе Q8, опять же, я купил в кредит, кто-то спросит, зачем? Ну, потому что было у меня заблуждение, говорили, что если сделать кредитную историю хорошую, нужно брать мелких кредитов побольше, и тогда все будет хорошо, и потом можно взять уже ипотеку, и все. На практике оказалось, что мелкие кредиты, наоборот, это минус, а не плюс. И когда ты берешь мелкий кредит, как-то не вбивается, как человек, зачем он берет за 50-60 тысяч рублей. Поэтому хотел за 2,5 миллиона рублей купить себе шкауда Кодиак за наличку, но так получилось, что сделал случайную заявку, случайная заявка одобрилась, и я приобрел себе автомобиль за 5 миллионов рублей в кредит для того, чтобы восстановить кредитную историю. И, соответственно, чтобы закрыть в данном случае кредит, и потом уже взять спокойную ипотеку, ту квартиру, которую я хочу. Потому что если кто-то думает, что он приедет в Сочи и сможет квартиру купить за 5 миллионов, которые будут его устраивать, это ваше заблуждение. За 5 миллионов рублей вы не купите нормальную квартиру, вы купите себе непонятно что, и будете ютиться непонятно где. Нормальные квартиры в Сочи начинаются от 15 миллионов рублей и выше. Ну, реально, как бы лучше 25. Ну, серьезно говорю, как есть. То же самое, что автомобиль. Нормально начинается от миллиона рублей. Все, что до миллиона рублей вы покупаете, это шлак. Вот, вроде бы машина, да, вроде хорошая, да. Но вот печку включаю, например, и какой-то шум. Понимаю, что завтра нужно будет машину отвезти, пускай посмотрит мне печку. Ну, не должна печка, вот я вот сейчас смотрю, не должна печка вот так вот шуметь. Ну, реально, не должна так печка шуметь, понимаете. Поэтому завтра съездить, посмотрю. Ну, опять же, там кондиционер так не очень хорошо работает, поэтому тоже нужно будет там немножко постараться. Поэтому ей приходится и печку лучше отключить. Ну, и такие моменты разные есть. Хотя вот я сегодня заехал, там отдал 2,5 тысячи. Мне ее сегодня полировали, вымыли, вылезли. Ну, все равно эта машина 4-летняя Nissan. И она все равно не будет как новая. То же самое, когда вы квартиру покупаете себе в хрущевке. Что бы вы там себе не сделали, что бы вы там... Но это все равно будет редкостная кака, понимаете. Вот реально, что бы там ни делали, например, в хрущевке, в брежневке, в сталинке. Вот что там ты не сделал бы. Но все равно это будет шляпа. То же самое с машиной. Да, вроде здесь резина стоит у меня очень дорогая. Все здесь там, все хорошо, все прекрасно. Но это видно, что все равно старые автомобили. Я сейчас прекрасно понимаю, что сейчас автомобили редко, которые можно назвать автомобилем, которые там до 3-х лет. Не знаю, может так сейчас придумали, что до 3-х лет еще можно назвать автомобилем. А свыше 3-х лет уже все равно. То одно появляется, то другое, то третье, то четвертое. Ну, как бы так, ребят. Надеюсь, что я ответил. Просто я уже как-то снимал на эту тему сюжет. Просто, ну, например, кто-то сейчас опять скажет, например, как мой папа сейчас смотрит, скажет, нет, дом это крепость твоя, это то-то. На самом деле, вот, почитайте книжку «Богат папа, бедный папа». Там четко все объясняет. Дом иметь – это удел бедняков. Ну, потому что они неправильно мыслят. И я так мыслил раньше. Как бы я понимаю, что дом – это жесткий, самый неликвид. Покупать новую машину – это тоже не самое лучшее, что нужно. Но у меня машина, например, это не средство выпендрежа или еще что-нибудь. Это у меня средство заработка. Не будет автомобиля – не смогу зарабатывать, не смогу. Я сегодня, например, побыл немножко без автомобиля, да, там, 4 часа. Да был как без рук, как без ног. И в итоге сегодня успел сделать только 30% того, что я запланировал. Вот сегодня на редкость был у меня непродуктивный день. Ну, такое-то очень редко бывает, но был непродуктивный. Да, снял сегодня две квартиры хорошие, вторички. Да, но много чего не успел сделать, много где не побывал. Потому что вот одна машина была на ТО, а другая была вот… Ее приводили в божеский вид. Вот такая вот, ребят, ерунда. Ну и теперь, подведя итоги, что хочется сказать. Не важно, сколько вы денег зарабатываете. Важно, как вы тратите, куда вы тратите. Я просто не могу, как мой брат, например, я не могу взять, чтобы что-то там накопить, например, на автомобиль. Я не хочу жертвовать поездками за границу. Я не хочу жертвовать нормальными продуктами. Я не хочу жертвовать ничем. Ну, серьезно. Как бы я, когда что-то хочу купить, я не ставлю цель начать экономить. Я ставлю цель зарабатывать больше. Ну, такое вот у меня мышление бестолковое, понимаете? Вот как бы так. По поводу того, что кто-то скажет, вот там у тебя все в кредитах. Ну, как бы у меня много друзей, притом успешных, которые покупают квартиры по 40 миллионов, по 50 миллионов, которые покупают дома по 70 миллионов. И почему-то у них у всех есть кредиты, почему-то у них есть бизнес. И в бизнес они бывают, в бизнес берут кредиты и тому подобное. Берут в лизинг машины и так далее. Ну, наверное, они тупорылые, поэтому они себе могут позволить купить квартиру за 50 миллионов, дом за 70 миллионов, передвигаться там на 570-х лексусах и тому подобное. И на Бентли. Наверное, просто они тупые, раз они берут кредиты, раз они, в свою очередь, берут и обеспечивают работой по 500 человек и так далее. Наверное, они тупые просто. Гораздо тупее, чем те люди, которые работают в найме, зарабатывают 30 тысяч рублей, этим гордятся. И при этом у них нет кредита, нет у них ни квартир, ничего нет. И чаще всего квартиры, как зарабатываются такими людьми? Достается от родителей, от родителей достается, от бабушки. Как я помню, у меня клиент приехал. Говорю, в предел какую сумму смотрим квартиру? Он говорит, 3,5. Давайте посмотрим в предел 3,5 и 8 миллионов рублей. Я говорю, как-то, ну, не я же, что вы хотите ипотеку? Он говорит, нет, я ипотеку принципиально не беру. Я говорю, ну, я понял. Говорю, а тогда что? Они говорят, ну, у меня вот бабушка на днях должна умереть. Я говорю, в смысле? Ну, должна умереть бабушка, и у меня там будет 4 миллиона. У меня как раз квартира 4 миллиона, вот. Поэтому давайте посмотрим, вдруг она все-таки побыстрее уйдет на другой. Я, блин, я с этими людьми, вот, скажешь, даже работать не стал. Я вообще не понимаю, как можно своему близкому человеку, бабушке, но все равно это близкий человек, как можно желать смерть, побыстрее бы она там умерла, чтобы купить квартиру получше в Сочи. Ну, это уже бред какой-то. Я, например, вот, не знаю, я от родителей ничего не взял, кроме воспитания и, ну, не знаю, правильного поведения, но это есть воспитание. Например, я родителям подарил квартиру. Я этим горжусь, ну, действительно горжусь. Ну, 100%. Я отцу подарил машину. Прямо 2 года назад я ему другую машину уже подарил. Вот, там, купил ему Киа Рио, ты скажешь, вот, Киа Рио, а сам там... Но отцу машина нужна для передвижения от точки А до точки Б. А мне нужна машина для работы. У меня разные клиенты есть. У меня не только клиенты прилетают, которые, там, хотят купить квартиру за 2 миллиона, за 3 миллиона. У меня есть клиенты, которые покупают дома по 70 миллионов, которые квартиры покупают по 40 миллионов. Ну, как бы, не могу я с ними кататься на Киа Рио, извините уж у меня. Ну, и опять же, как бы, я считаю, что многие люди, которые выбирают именно меня, они выбирают из-за безопасности. Потому что, не дай бог, что-то случится, то вариант выжить и все остальное остаться целым невредимым в Audi Q8 гораздо больше, чем в Priori, который всех порвет. И вы это сами прекрасно понимаете. Поэтому у меня, там, дорогая машина, это не, прежде всего, не то, что, там, не знаю, там, потешит свое самолюбие и так далее. Нет, потому что я, как бы, очень уважительно отношусь к своим родным и близким, к своим клиентам, я их считаю, за родных и близких. Потому что в Сочи много чего бывает. Я сегодня столько аварий видел, вы даже представить не можете. Вот, как бы, так. Поэтому смотрите сами, решайте сами тоже. Поэтому, кто там хочет меня потроллить, конечно, как бы, троллите, там, можете прикапываться к любому моему слову. Там, а я, вот, какой я есть, такой я есть. Не говорю, если кто-то думает, что 150 тысяч рублей – это большая зарплата, вы заблуждаетесь. Зарабатывая 150 тысяч рублей в месяц – это полтора миллиона в год. Если вы в Сочи зарабатываете 150 тысяч рублей в месяц – это полтора миллиона в год, вы никогда в жизни без ипотеки не купите себе здесь квартиру. При всем желании. Потому что квартиры, например, если бы я 4 года назад не купил бы квартиру «Мелодия леса», как раз вот в это время, то бы сейчас я тем более не смог купить. Я бы купил квартиру за 3 500, а сейчас, если буду продавать квартиру, минимум ее продам за 6 500. За 6 500 – за 7. Понимаете? 50 квадратных метров с ремонтом и тому подобное. В доме, в котором нет проблем. На тот момент я купил дешевле. Сейчас я понимаю, что каждый вот мой… Я даже не представляю, если бы я сейчас взял бы и переехал. Переехал бы, за полтора миллиона рублей продал бы квартиру в Орске, хотя там уже квартира стоит миллион четыреста такая. И что я здесь сделал бы с миллион четыреста? Да ничего, не сделал бы с миллион четыреста. Это более-менее что-то было взять, это как минимум. Если тогда я смог за 2 миллиона взять, сейчас то же самое, что я брал за 2, сейчас стоит 4, понимаете? Вот такая вот разница. Прошло 4 года. Ну и, кстати, вот по поводу ценообразования. Если, например, раньше на первом месте по цене на недвижимость стала Москва, на втором месте был Санкт-Петербург, на третьем месте – Сочи, то в этом году все поменялось. Теперь Москва также остается на первом месте, на втором месте – Сочи, и на третьем месте уже только Санкт-Петербург. А на четвертом – как ни странно, Владивосток. Представляете себе? Вот как бы так, ребята. Поэтому город Сочи – это не дешевый город. Действительно здесь тяжело, особенно купить недвижимость. И те люди, которые тянут время, для них покупка квартиры в Сочи становится уже не цель, а мечтой. Ну вот я не представляю, как, например, моя сестра будет переезжать в Сочи. Как она? Вот я даже представить не могу, у меня даже в голове не укладывается, потому что очень тяжело. Я не представляю, если бы у родителей моих не было меня, как бы они смогли переехать в Сочи. Да никак бы не смогли. Понимаете? Ну никак не смогли, от слова совсем. Ну вот такая вот суровая действительность. Ладно, ребят, вам всем хорошего настроения, вам всем добра. И я, надеюсь, ответил на этот ваш вопрос, куда девались деньги. Еще раз повторюсь, на самом деле зарплата очень маленькая. 100 тысяч, 150 тысяч. Да, я считал, что зарплата большая по меркам Орска. По меркам Орска, да, хорошая. Если год, год копить и жрать гречку с перетертыми камнями и тому подобное, никуда не летать, никак не развлекаться, ничего, то можно за один год с такой зарплатой накопить себе на двухкомнатную квартиру. Двухкомнатная квартира в Орске стоит миллион рублей. Но в Сочи, про это нужно забыть, в Сочи двухкомнатная квартира аналогичная, такая же, как в Орске, она будет стоить здесь 7 миллионов рублей. Минимум 7 миллионов. Поэтому, на самом деле, да, может быть, зарплата 150 тысяч рублей для Орска – это офигенная зарплата, да, если никуда за Орск не переезжать, не уезжать, ничего. Но для таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, конечно, зарплата оставляет жать лучшего. Ну, как бы, потому что, ну, как бы, на такую зарплату можно только жить. Но никак нельзя, там, путешествовать, никак нельзя, там, купить машину, пойти и тому подобное. Как бы, это суровая правда. Поэтому, когда там с голой жопой, да, может быть, с голой жопой, я этого не стесняюсь. Ничего страшного, бывает. Ну, вот, вложил. А у меня сколько уже клиентов, которые так же говорили, вот, мы там дом продали в Новосибирске, там, вложили в него 50 миллионов, а продали его за 17. И такое тоже бывает. И больше люди бывают, может, немножко привирают. Но я говорю, как есть. Вот дом реально, 7,5 миллионов рублей. После этого, вот, мама не даст соврать, вот, все, перестали считать. Но говорю, мама, не считай, мне уже не хочу, потому что меня уже трясло. Я просто брал, как бы, я понимал, что я работаю, упахиваюсь по 12 часов в день, по 13 часов в день, 6 дней в неделю, иногда и 7 дней в неделю. Ради того, чтобы у меня были какие-то там, не знаю, стены, в которые я прихожу и только ночую, в которых я даже и не живу. Но для меня это потом было страшно. И сейчас поэтому, когда вот я выбираю между домом или квартирой, я очень сильно все думаю, я очень сильно все взвешиваю. Нужен ли этот мне долбанный дом? Нужно ли мне повторять ту ошибку, которую я уже совершил в своей жизни? Получается, просто 6 лет жизни, как минимум, в Орске, работы в Евросети, не видя ни дочку, никого, просто ушли на смарку, потому что я их просрал на разнице между того, сколько я вложил в дом и когда продал. И, понимаете, эмоции от того, что я жил в доме, не получал. Я получаю эмоции, когда я еду отдыхать куда-нибудь, когда я, например, могу подарить отцу машину, дарю. И вот это я получаю эмоции. От того, что ты живешь в стенах, пускай там виду все хорошо, пускай там у тебя кальяна, кинотеатр, сауна и тому подобное. А толку-то от этого? Толку-то от этого? Вот как бы так. Поэтому я думаю, 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 чтобы не совершить еще раз ошибку в своей жизни. И правильно, у меня есть один из подписчиков, очень хороший даже, я бы сказал, не подписчиков, а друг из Томска. И он говорит, Макс, ты дурак, что ли? Ну, он мне так и пишет, он всегда говорит в цвет. Ты дурак, что ли? Да ты уже наступил на эти грабли. Ты что там собрался в Сочи строить себе дом? Ты дебил, что ли? Опять возьмешь все, похоронишь в бетон и тому подобное. И все. И, в принципе, он прав. И он прав. Я думал, что наоборот, он в возрасте будет там рассуждать. Нет, дома это твое щалость, твое богатство. А на самом деле есть люди в возрасте, которые, в свою очередь, как бы... А есть те, которые самообразовываются, книжки читают. Роберт Акиосаки просвещается. И понимает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое рентабельно, что такое нерентабельно. Согласны? Ну ладно, если не согласны, прочитайте книгушку Роберта Акиосаки. Ну вот как бы так, ребят. Ладно, вам всем отличное настроение, вам всем добра. И так я поздно сюда приехал, пока все сделал. Поставил сегодня машинку, хорошо поставил. Я раньше так вот ставил, чтобы мог еще кто-нибудь сосед поставить и так далее. А потом посмотрел, сегодня какие-то лягушки новые появились. Говорю, идите вы в жопу. И скажу честно, как бы я решил попробовать с этим беспределом, потому что я посмотрел, у меня опять царапина в этих сраных лягушках. Не видно просто, понимаете, бывает не видно. Я все написал письмо Копейгородскому, чтобы убрали эти все лягушки. Как у нас есть много жилых комплексов, где отсутствуют эти железки, которые поднимаются, закрываются. И все. И это все я делаю. Посмотрим, получится или не получится вот таким способом. Если не получится вот таким законным способом, через администрацию, как положено, то тогда придется уже варварским способом. Придется все-таки взять инициативу в свои руки и все это выдергивать. К ядрении Фени и к жукам Майским. Я понимаю, что у кого сейчас есть лягушка, у кого там свое место, который там себе по-быстрому винтил, он как бы не одобрит меня. Ребят, ну я считаю, что из-за этих лягушек у нас и так в Сочи дворы не самые красивые, а это просто уродство. Я знаю, я вижу все машины, в том числе на Моке, хоп, говорю, а это что у тебя с дверью на BMW, на X5, там всего лишь два месяца. Он говорит, ну это вот я во дворе разворачивался и не увидел вот этот, вот этот, да как называется, этот железный, который, парковка. Я говорю, лягушка. Ну да, лягушка. Вот ее задел. Ну не видно ее просто, понимаете, не видно. И я так, и брат у меня уже нрав 4 задел на этих лягушках и так далее. Поэтому, что я могу сказать? Это же как бы ради просто, в конце концов, безопасности и тому подобное. Да и опять же эстетика должна быть. Ну что это такое? Что это за самозахват общей территории и тому подобное? Ради бога, надо доходить в общий язык, с соседями смотреть. Просто некоторые лягушки у нас стоят, но на них машина, там машина не паркуется уже года по три, по четыре, понимаете? Вот просто они стоят, он задел себе место, где-нибудь живет у себя в родном городе, еще в Сочи не переехал, но у него это парковочное место стоит. Я открою вам маленький секрет. У меня возле работы было парковочное место. И все наши сотрудники, в том числе и бывшие, не дадут мне соврать. У меня мое парковочное место всегда, вот лягушка так лежала, она всегда была открытая. Всегда. Почему? Спросите вы. Да потому что, если я не бываю в офисе, зачем мне эта лягушка стояла? Да пускай лучше какую-нибудь возьмет из риэлторов, из стажеров, возьмет и поставит машину. У меня вот такое мышление. Может быть, я дурак. А если я приехал в офис, ничего страшного. А дам 200 рублей за парковку. Ничего страшного. Не обеднее. А так просто как бы сам ням и другим не дам. Я считаю, что это, мягко говоря, некрасиво. И говорю, вот кто бы что-то там ни говорил, наших сотрудников в элитной Сочи, но здесь они скажут, Макс, да, действительно, как бы всегда открывал. Кто хотел, тот на его место и ставил. Вот как бы так. И я считаю, это правильно. Ну, серьезно, я считаю, что это правильно. Если кто-то из вас считает, что это неправильно, ну, ради бога. Вон, плюньте в монитор. От этого вам станет легче. А я считаю, что нужно оставаться людьми. И всегда нужно как-то находить компромисс. Атос, партос и компромисс. Ладно, ребят, всем здоровья, всем добра и пока. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Продолжение следует...